Маткульт, привет! Мишенька снова с нами! И сейчас Миша расскажет одну из олегантных задач. Ну, задачи со сборов по математике, которые были ко всероссу. Вот. Значит, условия. Дан... Точнее так. Существует ли такое множество на плоскости х, равное... Ну, набор точек, да. Ну, какой-то точка х, принадлежащим, наверное, квадрат. Да. Да. Короче, существует ли такое множество на плоскости, что для любого выпуклого многоугольника... То есть, вот у нас есть какой-то выпуклый многоугольник. Просто х лежит в р квадрат. Да. И что для любого выпуклого многоугольника с площадью больше одного, у нас существует точка из этого множества внутри этого многоугольника, но при этом внутри этого многоугольника лежит только конечное число точек из этого множества. Опа. И то есть как-то вот так. Условно. Так. Вот. Вопрос, существует ли такое множество. Существует ли такое множество точек, очевидно бесконечное, потому что я могу сдвинуть много раз, да, такое, что для любого многоугольника выпуклого площади один... Больше одного. Больше одного. Сюда точки попадают обязательно и только конечное число. Да, и конечное число. Ох. Вот. Да. Выглядит как абсолютный гроб. Абсолютно. Я, когда первый раз ее услышал, я даже решать не стал, потому что я просто развел руками. Ага. Вот. Но на самом деле я немножко сейчас схитрил. На сборах на самом деле у этой задачи у нас было три пункта, которые нас, соответственно, последовательно наталкивали на ее решение. Значит, так, я так понимаю, мы условиями сейчас... Можем здесь, да. Ничего, мы сейчас вот так постепенно, да. Значит, пункт А. Это существует ли вот такое же множество для любого треугольника, ну, соответственно, площади больше одного. Такого, что его наибольшая сторона, она меньше, чем тысяча. Вот. То есть... Да. Вот этот выпуклый многоугольник мы заменяем на треугольник с наибольшей стороны не больше, чем тысяча. Запрещаем очень-очень длинные. Ну, да. То есть... Да. Ну, вот почти такие, как ты нарисовал, мы как бы запрещаем. Да, да. Вот. Пункт Б был. То же самое, только для выпуклого многоугольника с диаметром. Да. Меньше, чем тысяча. Ну, в треугольнике это и есть диаметр. Да. На самом деле, ну... Да. И пункт В это уже то, что ты сказал. У него тоже было, естественно, больше одного. Вот. И пункт В это вообще для любого. То есть он может быть вот такой, вот такой вытянутый. Главное, чтобы у него была площадь 1. Вот. Он должен быть выпуклый. Ставьте на паузу. Да. Ставьте на паузу. На самом деле, когда я... Я, когда что слышал, у меня была идея, что это на Лему Минковского о выпуклом теле, которая как-нибудь красиво площади 1 едет между точками любого такого... А можешь сказать Лему? Лему Минковского стоит в следующем. Если есть... Ну, как бы, потом я понял, что она совершенно не про то. Если есть вот такая регулярная решетка... А может, она тебе даже дальше и пригодится при решении. Если есть регулярная решетка, и есть точка 0, центрированная вот здесь. Да. И есть выпуклое тело... Выпуклое... Ну, на самом деле, в Мерном она тоже верна. Выпуклое множество, центрально-симметричное. Площадь больше или равно 4, любое, то в нем всегда существует хотя бы одна точка, ну, на самом деле, понятно, что тогда две, которая отлично от вот этой. Точка вот этой вот целочистой решетки. Прикольно. Это одна из самых красивых вообще Лем, которые я видел, вот, которая вроде совершенно школьная. Но она прям похожа, действительно. Да, она очень похожа, поэтому я подумал, что это в сторону Лема Минковского. Но потом я понял, что так как нож, что мы строим своими руками, то хрен там, откуда она возьмется. Да, то есть, типа, нам предъявляют решетку, мы такие, хопа, и... Да, а мы должны сами выдумать, хоть решетка, хоть не решетка. Это, кстати, очень интересно. Я когда-нибудь на канале, мы ее разберем, я думаю, если я не забуду. Да. Все, можно начинать решать. Я думаю, что все подумали, поняли, что это жесть. Да, самая главная задача в условиях, поэтому мы решаем тут. Ну, а на самом деле... Мы можем здесь другими, если мы здесь будем другими цветами, то специально одетые очки, очки Коваля, которые не замечают числа по модулю N, да, N-ного калибра. А мы наденем красные очки, красного калибра, которые не замечают красный цвет. Мы настолько бедные. Ну, я думаю, поменяем в конце. Ну, возможно, да. Да. Итак, ну, несложно догадаться, что раз есть пункты А, Б и В, то как минимум в пунктах А и В ответ да. Да, я иначе в пункте недовольник. Да. Я все жду, когда мне дадут задачу, где в пункте А ответ нет, и в пункте Б, соответственно, тоже ответ нет в более общем. И ты сидишь, пытаешься доказать, что типа да, потом такой ты смотришь, нет, и ее подстава. Вот. Ну, ладно, пока такого я не видел. Так. Хорошо. Значит, будем решать для треугольника. Вот у нас как-то нарисован треугольник. Значит, у него тут сторона меньше, чем тысяча. Да. Давайте проведем вот эту вот высоту. H. Что мы можем заметить? Площадь треугольника – это, соответственно, высота на основание, ну, пусть это будет T, пополам. Да. Вот. Откуда сразу следует, что раз T меньше, чем тысяча, то H должно быть хотя бы, ну, одна пятисотая. Одна пятисотая, по сути, кажется. Да, одна пятисотая, но это не важно, короче, один делить на C. Ну да. Вот. Ну, одна пятисотая. Значит, тут мы получаем, что у нас больше, чем… Да. Одна пятисотая. Вот. Что мы сделаем теперь? Давайте отмесим вот эти середины. Так. Начинается магия. Проведем линию. Вот у нас получился вот такой вот прямоугольничек. И, соответственно, у него обе стороны, вот обе стороны ну, у него больше, чем однотысячная. Вот. Но это значит, что мы просто кидаем на площадь… Мы как… Да, значит, ключевая идея. Какое самое простое множество, которое мы хотим, можем попробовать как-то решить? Да, это решетка, собственно. То есть гауссовые числа давно же на какой-то коэффициент. Да. Вот. То есть мы хотим, чтобы в решетку… Мы хотим, чтобы вот этот прямоугольник, кинутый на плоскость, он попадал в эту решетку. Ну да. Ну, соответственно, у него каждая сторона больше, чем однотысячная. Вот. Ну, можно сказать, что в нем существует круг. Круг, да. Или квадрат, как тебе лучше. Одна двутысячная, например. Мелко, конечно. Ну ладно. Ну, короче, в него вписывается… Вот у нас есть вот такой вот. Да. В прямоугольник в него вписывается круг с радиусом каким-то. Вот. И этот радиус мы знаем, что он ограничен снизу. Да. Одной с этой. Вот. Ну и тогда понятно, что если мы возьмем очень-очень маленькую решетку… Ну это не очень строго, но не важно. Не, ну очевидно. Не, ладно. Да. Хорошо, если строго, то у нас… Одна пятитысячная достаточно. Вот эта точка, она наиболее удаленная. Вот здесь у нас корень из двух на размер решетки. Да. Ну, ясно, что одной пятитысячной уже будет вполне достаточно. Вот, значит, мы можем взять просто вот такую решетку, и этот круг будет содержать точку из этой решетки. Любой круг. Да, любой круг с радиусом хотя бы R будет содержать точку из этой решетки, значит, у нас будет содержать вот этот вот прямоугольничек, и, следовательно, и треугольник. Любой треугольник, да. Ну и конечность, что точка, естественно, тоже очевидна. Ну да, очевидно, что конечная, потому что просто… Все решетки дискретные. Ну, мы можем записать вот в такой квадратик этот. Да, 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 да. Дальше очевидно. Ну да. Вот. Ну, здесь, казалось бы, то же самое, да, абсолютно. Пункт А сделан. Это то же самое, да? А теперь нам надо поменять лист, кажется. Или нет? Да. Это то же самое? Сейчас поменять лист. Это близко. Ну, то есть понятно, что нужно пользоваться пунктом А для решения пункта Б. Вот. Я предлагаю поменять лист, чтобы наглядно было. Значит, мы поменяли лист, и мы успели доказать, что для треугольника площади больше одного. Но, если мы возьмем просто достаточно короткую решетку, то все равно решетку, да. Теперь пункт Б. Значит, у нас есть какой-то выпуклый многоугольник, и мы знаем, что у него диаметр меньше тысячи. То есть вот диаметр Т, он меньше тысячи. Да. Хорошо. Что хочется сделать? Хочется как-то воспользоваться. Ну, ты знаешь, решение. Ну, это я не знаю. Хотя мы его давно не повторяли. В принципе, да. Нет, ну, тут вроде ясно, что я все равно взял всегда диаметр. Хочется взять, интересно, наиболее удаленную точку. Ну, разбить диаметром на две части этот прямугольник. Понять, что диаметр всегда будет в двух вершинах. Это, наверное, не надо объяснять. Ну, скажем так, это упражнение для упражнения. Ну, короче, мы можем просто возьмем какой-то отрезок, продлим его. Добавляем его до пересечения со сторонами, а потом на каждой стороне, соответственно, продлим в какую-то сторону. Который угол, да. Да, угол хотя бы 90, поэтому и сторона наибольшая. Да, очевидно, да, очевидно. Вот, можете додумать. Так. И, соответственно, вот мы взяли эти два треугольника, и теперь, значит, вот тут у нас будет H1 и H2. Да. И это наиболее удаленные точки по вот этому показателю. Ну, по перпендикуляру к этому диаметру. Вот. Теперь заметим, что также мы можем вписать вот эти вот части. Да, все. В прямоугольнике. В прямоугольнике. Собственно, тоже H1 и H2 со стороной. H1 плюс H2, да? Вот. H1 плюс H2 здесь со стороны. А здесь не менее больше тысячи. Да, да. Вот. И, естественно, заметим, значит, этот впишется, потому что, ну, вот здесь понятно, почему впишется, потому что это выпуклая фигура. Да. И отрезок идет полностью витрии. Правильно, это половина этого. А вот здесь впишется, потому что если у нас какая-то фигура здесь, то у нас расстояние вот это больше, чем вот это. Совершенно верно. Вот. Хорошо. Значит, у нас вот так писалось. И это значит, что мы можем ограничить площадь вот этого вот выпуклого многоугольника, во-первых, вот этой фигурой, надо, наверное, выделить зеленым. Вот, значит, во-первых, мы ограничиваем вот этой фигурой, это снизу, а сверху вот такой фигурой. Да, правильно. То есть мы всегда вот в этот прямоугольник, который построен, так как мы сказали, диаметр и две высоты сюда, впишем, он всегда будет содержать целиком выпуклый многоугольник. И, следовательно, следовательно, у многоугольника, если больше тысячи, то не сильно, да? Ну, короче, что можно сказать? Ну, соответственно, вот это вот, это ровно половина от вот этого. Просто потому, что у нас площадь треугольника, это сторона, T, соответственно, это T на H1 плюс H2 пополам. Ну, да. H2 пополам. Это должно быть меньше, чем площадь этой фигуры P. И меньше, чем просто площадь вот этого вот. Да, T на H1 плюс H2. Вот такой штуки. Значит, площадь вот этой штуки вписанной, она хотя бы одна вторая. Из вот этого видно. Ну, значит, если мы возьмем треугольник с наибольшим из этих двух, то он хотя бы одна четверть. Значит, мы нашли треугольник с площадью, с площадью больше, чем одна четверть. В любом штуке на треугольнике стороной меньше, чем тысяча. Да. Вот. Ну, понятно, что у него тоже сторона ограничена. Ну, то есть то же самое, просто четыре раза. Ну, да, и как бы мы делаем гнатити, ну, или как бы сделаем решетку в четыре раза, условно, меньше. И, соответственно, мы внутри вот этого найдем, и, значит, мы внутри всего найдем, и понять, что их снова будет конечное число. Да, полностью успелся к этому. А что же с неограниченной? Вот, а теперь, теперь, значит, пункт В. Для многоугольника, у которого, соответственно, диаметр не ограничен. Чем это плохо? Да, мы можем просто рисовать вот такую штуку, и как бы, если мы будем делать просто регулярную сетку, то мы возьмем вот такую очень длинную штуку, такую, что у нее вот эта сторона меньше, чем наш шаг в сетке, и все. И у нас ничего не выйдет. Вот, значит, нам нужно как-то импрубить. Обожаю это слово просто. Короче, прокачивать нашу сетку как-то. Ну, или что-то новое придется придумывать. Ну, не хочется что-то новое придумывать. Вот, хорошо. Давайте поймем все-таки, что тут происходит. Значит, тут у нас есть треугольник с площадью хотя бы 1 четверть от нашего многоугольника. То есть мы нарисовали также наш многоугольник, у него теперь нет ограничения на диаметр, но мы его назовем все равно Т. Вот диаметр Т. И нарисовали наш треугольник, у которого очень ровно. Сейчас, давай отрежем у него вот это, чтобы это было действительно Т. Во, отлично. Ну да. Так. Вот. Ну да. Значит, у него площадь хотя бы 1 четверть. Значит, ну, снова сделаем как в том доказательстве. Вот у нас есть вот такой вот прямоугольничек. Ну, у него площадь 1 восьмая получается хотя бы. Вот. И у него длина это Т пополам. Вот здесь. Да, ровно. Вот. Ну, или, соответственно, вот эта штука, но она тоже понятна. Так. О, значит, у него длина. Ну, напишу порядок Т пополам на всякий случай. Вот такая. И теперь ключевая идея. Мы как бы, у нас есть какое-то множество на плоскости, и мы кидаем на плоскость вот такой длинный-длинный вытянутый прямоугольник. Слини к нему просто. С Т пополам стороной. Да. Но теперь что мы можем сказать? Мы можем сказать, что если вот тут у нас где-то 0, то он отступит от начала координат хотя бы на Т на 4. Вот. А теперь давайте что сделаем? Ну, тут у него сторона 1 ТТ. Ну, 8 ТТ. Ну, СТТ, хорошо. С это какая-то константра. Да. Ну, потому что тут у него хотя бы 1 восьмая площадь. А, 1 восьмая, да. Вот. Ну, тут можно 8 писать. 8 Т, да. Ага. Ну, на всякий случай напишу 1 ТТ на С. На какую-то константу. Так. И теперь мы можем, соответственно, взять вот здесь вот такой кружок. У него будет радиус хотя бы 1 делить на константы на Т. Да. Вот. И мы хотим, чтобы в круге удаленном от начала координат, ну, на Т на 4 у слота, у него радиус и с радиусом не меньше, чем 1 делить на С умножить на Т. Да, да. В нем была точка из нашего множества. И что мы для этого можем сделать? Отлично. А теперь мы возьмем нашу решетку. Гениальная. Сейчас будет гениальная идея. Да. Сейчас будет гениальная идея. К сожалению, на нее места не очень много, но неважно. Гауссовые числа. И давайте сжимать их при удалении от начала координат. Двоичный отжим. Я, может, не очень ровно. Сейчас. Нормально, нормально. Ну, так-то так. Короче, чем ближе… То есть, чем мы дальше от начала координат, тем больше сжатая наша сеточка получается. Ну, соответственно, зависимость, она порядка, если расстояние Т, то у нас будет шаг в сетке примерно 1 делить на Т. Ну, да. Ну, и тут еще на какую-то констанцию. Даже не… Ну, возьмем одну тысячу, но чтобы точно хватило. Да. Вот. И все. И теперь у нас, соответственно, у любого круга, который удален на Т на 4, и с вот таким радиусом, у нас будет… Он уже плотно в селестрии живет, да. Вот здесь достаточно плотно, но понятно, что у нас до сих пор будет конечное число. Очевидно, да. Вот. Это красота. Это красота. Миша, спасибо огромное. Это гениальная просто задача совершенно. Красота. Красота. А, да, я еще хотел дать задачу подумать, но я думаю, мне хватит места тут. Давай. Вот, это задача со сборов. Сложная, да. Я такие люблю. Ну, не сложная, я люблю. А, я люблю такого плана задачи, да. Да. Вот. И теперь задача на размышления. Она кажется очень сложной. Я не знаю, ты ее решил, я тебе вроде ее дал. Или у тебя времени не было? Я забыл ее. Перед сном. Ладно, неважно. Но сходу ты ее точно не решил. Нет, нет. Я ее тоже сходу не решил. Я не помню, давай. Она кажется, я могу дать сразу вам сказку. Кажется, что она какой-то гроб, но она решается прямо очень легко. Ну, давай. Вот. Значит, условия задачи получат скорее на слух, конечно. Даны числа x факториал и y. Вот. А, да-да-да. Я вообще никак. И что можно делать за один ход? Значит, играют двое. За один ход, если на доске сейчас написано число t, то он может переместиться в число t минус x. t минус x было. t минус z. Причем у z должно быть не больше, чем y различных простых делителей. То есть у z, все-таки мы дошли до этого уровня бунжеваться, ну ладно. 5 факториал. У z меньше либо равно, чем y различных простых делителей. Простых делителей. Я подозреваю, что вы недавно видели эту задачу по игре, но все-таки я могу сказать, что это с информатики на самом деле. Так, ну вот я, например, могу вычесть число 77 из 5 факториалов, если y равно 2. То есть если y равно 2, а x равно 5. Да. То я могу вычесть 77. Так, и сколько там останется? Значит, 5 факториалов – это 120. Минус 77. Минус 77. Да, вроде 43. 43 простое, я его вычитаю и выигрываю. А-а-а-а. Да, выигрывает тот, кто получит 0. Так, а-а-а, дважды, трижды, пять. И вопрос, возможно, ты случайно сейчас что-то будешь делать и решишь задачи вообще. Двино! Двино-то, видите. А, нет, я двино-то не могу вычесть. Вопрос, кто выигрывает при правильной игре. Если можно вычитать только числа, у которых не больше, чем игрок, у нас личных простых делителей. Нет, что-то я не могу пока понять. Что мне надо сделать? 5 факториал минус… Так, а минус 7, так, 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 7, 13 – это что? Двино-то, опять-таки я попаду в простое. То есть я что-то не делаю, я все в простое выпадаю. А если я возьму 3 делителя, то здесь всего 3 делителя. Это дважды, трижды, четырежды, пять – это 2 в кубе, да, на 3 на 5. То есть я могу, ну да, если я вычел, да, то есть я не могу попасть в такое число с помощью таких… А-а-а… Хо-хо-хо! 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 Если Y достаточно маленькая То, наверное, сможешь Просто нужно взять простые побольше То есть, условно, если мы возьмем простые Больше, чем X Так мне нужно побольше С тремя только делителями А их очень мало Да, их мало Но, типа, это не доказательство Понятно, я не доказательство Но думайте! Решение прям очень легкое Думайте! Маткульт, привет!